итак доброго времени суток друзья приветствую всех на канале ирзон game и сегодня мы с вами посетим один из проектов который расположен на базе игры арма 3 роли play направления и называется он называется он арма 3 altis life rp вар зе рп байкал шаман иркутск gold роли play вот такое вот несложное название ну и если вас не удивило название проектов 12 слов а может быть даже и больше я не знаю как посчитать то вот сам проекта удивит вас это точно он мне лично напоминает какую-то рождественскую утку фаршированную чем попало и с гарниром из винегрета потому что он необычный и тут надо сказать что я не хочу говорить про этот проект что он плохой ни в коем случае не подумайте что я говорю именно так просто он необычный необычный даже я бы сказал наверно в комичном понимании этого слова посмотрите например на карту да ну вот такие вот вставочки да откуда эта карта всем уже стало понятно да да но если посмотреть на карту то даже карта состоит не из просто altis а ему к нему еще приклеили видим за острой необходимостью еще и остров стратис по моему по моему стратис называется внизу карты находится еще один остров а если мы переведем свое внимание на карту поподробнее то можно увидеть что иконки собраны со всех проектов здесь есть иконки с сборки my life есть иконки со старой тоников скай сборки здесь иконки со всех проектов как я сказал это некий винегрет ну а появляемся мы вот в этом вот городе который в общем-то расположен в пустыне и он самодельный такого города естественно на карте нету его создал автор ну и что из себя представляет этот город ну а представляет он из себя некий симбиоз всего того что было под рукой у автора и надо сказать что автор располагает огромной базой архитектуры скриптов модификаций всего 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 принадлежащего к всяким разным проектам какого-то определенного стиля на этом проекте нету надо сказать что со временем моего последнего появления на этом проекте многое изменилось когда его показывал мне я говорил что мне кажется но был создан лего город до в котором не хватает барби и кена настолько все было красочно пестрое некрасивая несуразное что-то изменилось изменилось в лучшую сторону но вот все равно на проекте нету перифекционизма нету какого-то стиля нету определенности в архитектуре нету красивых дизайнов везде все накидано вот не по цвету не по теме хрен знает как на самом деле мне как не нравилось так и не нравится но это не говорит о том что проект плохой я искал самом начале я здесь встретил человека который без ума от этого проекта поэтому ну у всех свое свой вкус да на вкус и цвет товарищи нету но вот лично мне например но абсолютно не нравится и чтоб не ходить далеко вот первая же локация которая нас встречает выглядит вот таким вот образом стоят два дома слившиеся гараж одного дома выходит на входную дверь 2 дома дома разные дома вы видите продаются и во дворе стоит вот такая вот бандура вот к чему это да как говорится ни к селу ни городу а ведь можно было бы сделать какую-то парковую зону фонтанчик скамеечки посадите как красивые растения и посреди этого парка поставить колесо обозрения но нет у автора такой подход что если есть у меня какая-то архитектура какая-то моделька воткну ее куда попало и такая тенденция прослеживается на протяжении всего проекта те локации которых коснулась рука автора превращается в какую-то безвкусную абстракцию вырви глаз такой вот винегредово тошнотный тошнотные цвета и подбор архитектуры ну вообще никаким образом не касаемый друг друга это мы еще увидим также нету и никакого уюта вот тот чего хочется игроку какой-то уютный уголочек свой может быть какой-то или просто чтобы радовать свой взор уюта здесь нету также можно сказать и про техническую часть потому что делается все на не хочется ругаться матом но делается все очень и очень коряво здание объекты какие-то монументальные штуковины все стоят криво ну не все конечно это я уже утрирую но очень огромное количество объектов стоит криво вылетают в воздухе текстура за текстуру заходит но этого сейчас вы все видите то что я вам показываю это то что вы можете увидеть своими глазами зайдя на этот проект это показывает подход автора к своему проекту делается все тепля вот я бы сказал так это было и сказано и в моих прошлых обзорах данного проекта ну и как вы видите вот прошло столько времени ничего не меняется вот как автор лепил как сказать так как сеятель идет по карте и просто все это безбашенно просто бросают объекты как попало никакой архитектуры красивые я здесь не увидел есть интересные здания но из-за того что они поставлены хрен пойми как они не выделяются а здание интересных зданий действительно очень много вот например вот эта локация может быть можно было что-то сделать красивое да здесь автор натырил этого всего от этих вот архитектурных изделий моделек с проектов звездных войн звездные войны есть тоже проекты роли play и там стоят такие здания что-то это за кусок подводной лодки непонятно ну вот такие вот здания и вот опять же таки он его поставил таким образом что в здание не зайти да я могу сказать что на проекте есть паркур который древний очень мод на паркур который ставится на отдельную клавишу там такая сейчас то делается shift пробел на большинстве проектов а вот здесь еще стоит старый мод на паркур который надо ставить отдельно естественно я не ставил имени зайти в этот дом просто тупо не зайти вот как я сказал просто тяп-ляп вот набросал чего-то ну и это все стоит неровно и некрасиво да к тому же еще и очень-очень однообразно опять же таки никакого уюта здесь нету и уж если про вкусовые качества там можно сказать я художник я так вижу да на вкус и цвет товарищей нету там это ладно то вот техническая часть оставляет желать лучшего и вообще никаким образом не меняется с моего первого появления на этом проекте как я уже неоднократно сказал все объекты стоят криво куча багов где-то двери заходят за текстуры где-то боты подвешенные ну вот чем вы сейчас это все видите и так по всему проекту я зашел только в несколько локаций я не обошел весь проект проект очень большой очень большой но везде вот такие вот косяки и как я в самом начале сказал что все локации которых коснулась рука разработчика в качестве дизайнера они сразу же бросаются в глаза бросаются они глаза именно тем что они максимально нереалистичны таких ландшафтов и таких такого дизайна архитектуры вы в природе так сказать никогда не увидите ну я не знаю это должен быть район в таиланде для слепых транссексуалов только в таком случае наверное вы сможете увидеть вот такое вот скопление разноцветной и несуразной архитектуры и она собрана вся в одном месте и все время подчеркнуто отдельно выделенной текстурой дорожного покрытия максимально нереалистично вот максимально и это бросается в глаза любая локация куда коснулся автор она превращается вот в такой вот сюрреализм но иногда этот сюрреализм перетекает в откровенную глупость так например в аэропорту я нашел скопление американских хоз построек это американские амбары или амбарные здания для хранения каких-то предметов скота там или синовал по-русски говоря что они здесь делают да ничего они здесь не делают вот просто автору захотелось их понапихать причем некоторые амбары напиханы прямо в здание как это положено на этом проекте тоже фишка проекта делать текстура в текстуре так вот один из амбаров стоит например прямо в здании аэропорта это просто наверное потому что у автора есть такие здания до применения никакого нету на тырку их вот здесь пускай они пока потихоньку просаживают фпс и стоят символизирует какую-то архитектурную глупость судя по всему это так само по себе кстати здание прикольное оно функционально интерактивно это не пустая картонная коробка во внутрь можно зайти здесь можно в принципе разместить какое-нибудь там подворье коров там ну если есть такая тематика если есть такое направление там скотоводство на проекте то в общем то такое здание подошло бы очень хорошо но красиво здоровская но вот здесь одно не пришли к жилетке рукава зачем они здесь да не знаю зачем мне здесь просто автору так захотелось но о кривизне и нелепости и дизайнерских изысках этого проекта можно рассказывать часами на самом деле но начал я свой этот видеоролик с того что проекта на самом деле неплохой несмотря на то что я говорил на самом деле это проект неплохой он набит как рождественская утка всем чем попал здесь есть скрипты модификации со всех проектов абсолютно со всех здесь мега прокачка скиллов тут мега крафт здесь куча сбора всевозможных ресурсов короче проект набит все все что вы видели когда-либо на каких других проектах все собраны здесь да выглядит это все делепо но тем не менее люди которые здесь играют они довольны потому что здесь есть чем позаниматься здесь действительно набито все 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 начиная там от паркура заканчивая сетки прокачивания какой там я не знаю где вы такой еще могли увидеть там а уж про транспорт и одежду здесь вообще разговор особый и наверное касаясь вот этой темы транспорта одежды я наверное ставлю это на суд зрителей смотрите и решайте сами но одежды и транспорта здесь больше чем на всех проектах вместе взятых и я нисколько не утрирую я действительно не буду судить хорошо это или плохо судите уж сами но здесь помимо зданий а так например в главном городе где появляется персонаж стоит полицейское отделение с надписью авалон на проекте иркутск то есть автор даже не стесняется вставляет здание с другого проекта но здесь еще и собранные элитные элитный транспорт и элитная одежда со всех остальных проектов на многих из них написано так здесь например есть транспорт с амазинга с фатума с римаса с арсенала точно также здесь представлены и комплекты одежд одежды всяких разных группировок с других проектов ну вы сейчас это будете видеть и смотрите надписи на спине я не знаком с многими группировками но вот например в костюме в котором я бегаю со свиней на спине я знаю что этот костюм заказывал себе человек и оплачивал его специально чтобы был эксклюзив но он здесь есть здесь есть очень много обалденно красивой одежды опять же таки скажу судите сами хорошо это или плохо да когда-то эту одежду все эти модельки кто-то заказывал за реальные денежки но вы можете прийти на этот проект и во всем этом побегать потрогать пощупать тупо кататься на этих машинах которые где-то стоит реальных денег ну а здесь они есть есть все эти машины все 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 на проекте я показать не смогу я еще расскажу это самый большой проект на котором я видел такое количество машин больше вы такого не увидите только здесь собраны все машины и вы сейчас это видите на номерных знаках на подписях авторов до написано для какого проекта эта машина кто автор этой машины или то есть самые шмотки здесь все это собрано и это все доступным для любого игрока пожалуйста заходите пользуйтесь играйте и в общем то людям это нравится ну еще раз скажу что я судить не буду я не лазил в карман не спрашивал где взял автор эти вещи где взял эти модели может ему подарили может он купил я не знаю и как бы не буду в этом разбираться но тем не менее шматья и машин на этом проекте огромное количество больше такого проекта не существует где собрана вот такая вот огромная коллекция техники а ее действительно очень много прямо очень много все я обойти не смог магазинов только только магазинов наверное штук 30 и в каждом магазине представлена просто огромное количество разной техники и точно так же как и одежды и транспорта на этом проекте набито огромное количество скриптов модификаций со всех разных проектов здесь огромное количество рабочих занятий крафтов всего 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 ивенты проходят там airdrop учету только нет здесь есть отдельная зона отчуждения тоже со своими какими-то механиками в которую я не лез ну если хотите посмотреть то вот предыдущем обзоре я показывал эту тему где то попадаете на отдельный остров этот стратис где есть отдельные зоны где-то можно лутаться короче здесь набито все 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 и что в общем то и нравится игрокам ну вот на этой ноте наверное я и буду потихоньку заканчивать этот ролик который так растянулся уже почти на 15 минут если вам интересно то заходите играть я начал с того что проекта неплохой ну да вот у него есть такие изъяны которые например меня ну не очень радует своей кривизной не очень я рад тому что проект теневой для того чтобы зайти нужно скачивать отдельный лаунчер ну понятно по понятным причинам да по понятным причинам этот проект теневой но в общем то если вам нравится то пожалуйста заходите играйте потому что проект открыт по крайней мере пока открыт как ходят слухи что вот в ближайшее время он 47 раз опять закроется на доработку поэтому как говорится успейте до того момента ну и будем на этом заканчивать спасибо всем кто посмотрел всего вам доброго спасибо всем пока спасибо всем пока спасибо всем пока